Львы, воришки и шведские ужасы. Что нового в кино? Культура львы, воришки и шведские ужасы. Что нового в кино? Восемь часов предоставлена компанией. Megogo Distribution. Кадр из фильма «Искусство обмана». Предоставлена компанией. Megogo Distribution. Москва, 20 июля РИА Новости. Анна Нехаева. Компьютерные, но очень реалистичные животные спасают симбу в новом короле льве. Шведские антропологи сталкиваются с древним злом в глухой деревне в самсостоянии. Эмили Ротаковский виртуозно грабит богачей, а в альманахе русское краткое по-новому показывают российские будни. РИА Новости рассказывает, что идет в кино на этой неделе. Царь зверей возвращается. Знакомая всем история о львенке по имени Симба вновь царит на широком экране. Теперь это не просто мультфильм, как в 1994 году, а настоящее торжество новых технологий – игровое кино с фотореалистичной компьютерной графикой и визуальными эффектами. Сюжет по большому счету остался без изменений. В королевской семье в африканской саванне родился львенок Симба. Он боготворит отца, короля Муфасу, и мечтает быть как он. Но враги не дремлют. Брат Муфаса Шрам затевает коварный план. Симби придется пройти через множество испытаний, найти друзей, повзрослеть и вернуть себе то, что принадлежит ему по праву. Один из четырех Симба, Пумба и Тимон в фильме Король Лев предоставлено. ВДССП-А предоставлено. ВДССП-А Зазу и Симба в фильме Король Лев Два из четырех Зазу и Симба в фильме Король Лев предоставлено. ВДССП-А предоставлено. ВДССП-А Кадр из фильма Король Лев Три из четырех кадр из фильма Король Лев предоставлено. ВДССП-А предоставлено. ВДССП-А Кадр из фильма Король Лев Четыре из четырех кадр из фильма Король Лев предоставлено. Один из четырех Симба, Прумба и Тимон в фильме Король Лев предоставлено Два из четырех Зазу и Симба в фильме Король Лев предоставлено Три из четырех кадр из фильма Король Лев предоставлено Четыре из четырех кадр из фильма Король Лев предоставлено Режиссер Короля Льва Джон Фавро, снявший две части «Железного человека», а в 2016 году экранизировавший книгу «Джунглей». «Я хотел продемонстрировать, что мы можем сохранить всю суть оригинала, но при этом сделать его фотореалистичным. Мы имеем дело с архетипами и конфликтами, истоки которых лежат в шекспировском Гамлете или даже еще раньше. Предательство, взросление, смерть и возрождение цикла жизни все это лежит в основе всех мировых мифов», приводит слова Фавро Прокатчики. Музыку писала по-настоящему звездная команда, Элтон Джон, Ханс Циммер, Форрел Уильямс, Тим Райс и Ли Бэм. А озвучили героев в оригинале Дональд Гловер, Бейонсе, Чивит или Джефф Ор, Сеттер Аген и другие. Один из четырех кадр из фильма «Сансостояние» предоставлена компания «Вольга» Предоставлена компания «Вольга» Джек Рейнер и Флоренс Пью в фильме «Сансостояние». Два из четырех «Джек Рейнер» и Флоренс Пью в фильме «Сансостояние» предоставлена компания «Вольга» Предоставлена компания «Вольга» кадр из фильма «Сансостояние». Три из четырех кадр из фильма «Сансостояние» предоставлена компания «Вольга» Предоставлена компания «Вольга» сцена из фильма «Сансостояние». 4 из 4. Сцена из фильма «Сансостояние». Предоставлена компания «Волька». 1 из 4. Кадр из фильма «Сансостояние». Предоставлена компания «Волька». 2 из 4. Джек Рейнер и Флоренс Пью в фильме «Сансостояние». Предоставлена компания «Волька». 3 из 4. Кадр из фильма «Сансостояние». Предоставлена компания «Волька». 4 из 4 Сцена из фильма «Санцестояние» Предоставлена компания Волька. Мрачный ужастик «Санцестояние» сначала обманчиво спокойно светил. Группа молодых антропологов отправляется в далекую деревню в день летнего «Санцестояния». Они намерены изучить традиции древнего праздника, но их планы нарушают странные мистические события. В итоге на экране разворачивается настоящий кровавый кошмар. Нагонят на зрителей ужас взялся Ариастер, режиссер «Инкарнации». А главные роли блестяще исполнили Флоренс Пью, «Маленькая барабанщица», «Король Лир», «Джек Рейнор», «Макбет» и другие. Искусство обманывать. Предоставлена компанией Megogo Distribution. Эмили Ратаковский в фильме «Искусство обмана». Один из трех Эмили Ратаковский в фильме «Искусство обмана» предоставлено компанией Megogo Distribution. Предоставлена компанией Megogo Distribution. Тиа Джеймс и Эмили Ратаковский в фильме «Искусство обмана». Два из трех Эмили Ратаковский в фильме «Искусство обмана» предоставлена компанией Megogo Distribution. Предоставлена компанией Megogo Distribution Кадр из фильма «Искусство обмана» Три из трех кадр из фильма «Искусство обмана» предоставлена компанией Megogo Distribution Один из трех Эмили Ротаковский в фильме «Искусство обмана» предоставлена компанией Megogo Distribution Два из трех Тия Джеймс и Эмили Ротаковский в фильме «Искусство обмана» предоставлена компанией Megogo Distribution Три из трех кадр из фильма «Искусство обмана» предоставлена компанией Megogo Distribution Классический сюжет. Приключения пары, специализирующиеся на краже дорогостоящих предметов искусства. Вора Ивана перевоплотился британец Тия Джеймс, аббатство Даунтон, дивергент, а звезда Инстаграма Эмили Ратаковский выступила в несвойственной для себя роли модели с высоким IQ и задатками актрисы по имени Элис. Из них получается отвязный тандем, пока Элис выполняет функцию приманки, меняя костюмы, парики, имена и свои истории, Иван ловко заменяет оригинальные произведения искусства на поддельные. Но авантюрная жизнь надоедает Ивану, и он решает выйти из игры. Вот только это оказывается нелегко. Босс поручает ему еще одно дело, которое очень непросто провернуть. 1 из 5 кадр из фильма «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Эпионер». Предоставлена компания «Эпионер». Фрагмент фильма «Русская краткая». Выпуск 4. 3 из 5 фрагмент фильма «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Эпионер». Предоставлена компания «Эпионер». Кадр из фильма «Русская краткая». Выпуск 4. 4 из 5 кадр из фильма «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Пионер». Предоставлена компания «Пионер». Александр Паль в фильме «Русская краткая». Выпуск 4. 5 из 5. Александр Паль в фильме «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Пионер». 1 из 5. Кадр из фильма «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Пионер». 2 из 5. Сцена фильма «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Пионер». 3 из 5. Фрагмент фильма «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Пионер». 4 из 5. Кадр из фильма «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Пионер». 5 из 5. Александр Паль в фильме «Русская краткая». Выпуск 4. Предоставлена компания «Пионер». Альманах из короткометражных фильмов «Русское краткое». Выпуск 4 с юмором, иронией и вниманием рассказывает о повседневной жизни соотечественников. В комедии «Добрый день» курьер неожиданно для себя становится свидетелем семейной ссоры. Конфликт поколений в фильме «Африка». Быстро взрослеющая девушка пытается жить вместе с эксцентричной вечной молодой матерью. В. Update, Delete. Один день обычного человека в объективах камер слежения и телефонов. О все реалистичном доме на голове Клаус Дверца на голове персонажа начинает расти дом. 11 июля, 8 часов кино недели. Шпионы Бессона, мертвецы Джармуша, любовь и мультфильмы. Субтитры добавляющее information. Продолжение следует...